Привет, мои хорошие! Решила я сегодня выйти на улицу в платье, но вот смотрю, опять дожди собираются. Но совсем не хочется с мокрым подулом ходить. Хотела подъехать, померить кроссовочки Adidas, о которых вы говорили. Может быть, Adidas будет получше. Вот, смотрите, какие тучи. Видите, что делается? Придется другое что-то надеть. Так что... Кроссовки мерить надо все-таки под брюки. Думала, в такую непогоду останусь сегодня дома, но не дают мне покоя кроссовки. Решила я все-таки подъехать еще раз и померить теперь уже Adidas. Ну, посмотреть, какие к ноге лучше, и все-таки сделать свой выбор. Душит меня, конечно, ребята, жаба, потому что очень дорогие кроссовки. Вот эти вот New Balance. Не знаю, могут ли вообще кроссовки так дорого стоить. Ну, жалко денег, потому что... Ну, они 7 тысяч стоят. Очень дорого. Очень дорого. Ну, я понимаю, кроссовки там 2, да? Ну, ладно, 3 от силы. Но 7, мне кажется, это перебор. Очень денег жалко, клянусь. Вот прям... Ну, я одела свои вот эти беленькие, в которых хожу. Они вроде удобные, да, все нормально. Но для того, чтобы, в общем-то, много ходить, они тоже не очень подходят. Не знаю, может, послушаюсь дочь. А может быть, все-таки куплю Adidas. Не знаю. В общем, короче, которые подойдут к ноге, ну, все расскажу. New Balance. Вот нога легла, вы знаете, как вот... Как влетая. Вот очень удобно. Даже там можно пальчиками пошевелить. Вот по залу ходишь, и вот прям вот чувствуется, как пальчики там свободны, свободны. Но вот свод стопы, они держат. Вот чувствуешь тоже, что они держат. Ну, и как я уже говорила, эти супинаторы. Супинаторы чувствуются. Поэтому я решила, что у меня, наверное, все-таки небольшое плоскостопие. Вот. Было в них удобно. Было удобно. Ну, в общем, сейчас решение приму. Посмотрю. Потом хочу еще заехать в желтый. И кое-что купить для Наташи. У нее там в магазинах этого нет, а у нас есть. Ну, я покажу потом. Ну, а сейчас машина не собьет. Поехали. Опять золотой Вавилон. Для бешеной собаки 100 верстник рук. Поймала себя на мысли, что хожу и смотрю, у кого на ногах, какие кроссовки, и как они выглядят. Вот женщина передо мной сидит в кроссовках Пума. Ну, вот про них во мне не говорили ничего. Ну, ладно. Сейчас выберем что-нибудь. Надеюсь на это, по крайней мере. Опять те же и там же кроссовки. Надо думать, какие выбирать. Вот эти были 9 990, стали 5 990. Это не распродажи, это 6 690. Тоже 6 690. Так, цена у этих 5 990. Ну, это опять не распродажа. 4 990. Ой, симпатяшки. Это распродажа. Смотрим. 2 990. А стоили 5 990. Померить разве что. О, кстати, вот эти тоже нравятся. Сиренькие. Но у них плоская подошва. В сале тоже распродажа. Стоили 4 990, стали 2 990. И вот такие же вот. Ну, вот настойки еще. Вот замшевые. 2 390. А стоили 4 390. Это 390. Эти 37 с половиной. Но я решила их попробовать. Вдруг подойдут. Ой, я эти надела. Они мне со следком спокойно. Они мне катастрофически велики. Вот где палец. Просто вот катастрофически. Ну, а смотрится вроде бы неплохо. Да? Ну, нога только большая. А так, это великовато. Почему решила взять черные, ребят? Потому что буду ходить в них много. И чтобы не пачкались так часто, как белые. Ой, это очень большой размер. Вот здесь есть еще одни, которые мне очень-очень понравились. Вот эти. Честно, ничего в этом не понимаю. Хожу, прислушиваюсь к тем, кто выбирает. Вот еще какие нашла. Но они, к сожалению, не по распродаже. 6,990. У них они без скидки. Ой, не знаю, ребята. Не знаю. Ну, вот такие вот еще есть. Adidas. 3,990. Но мне надо, чтобы хоть немножечко стопа была чуть-чуть приподнята. Не вижу. Знаете, какие хочу померить? Которые девушка мне вчера говорила. И они мне очень-очень понравились. Они черненькие, но они, правда, все тряпочные. Сейчас покажу. Вот про такие она мне говорила. Альпина. Говорила, хорошие. Не знаю. Это, кажется, большущий размер. Так, это тоже распродажи. Стоили они 7,990, а стали 3,990. Много всякой обуви, но я вот передумала. Я решила светлые себе... Ой, светлые, темные себе взять. С замшей. Мне кажется, так понадежнее. Я не знаю, почему. Мне кажется, что тряпочные развалятся быстро. Ой, а вот еще. Кстати, распродажа. Сейчас кто-то... Меня там уже продавец зовет. Сейчас. Вот еще. Я лох. Черные оказались. Это мужские бутсы. Вот сейчас вот такие померяю. Ну, это вроде симпатяшки. Сейчас померяю. Знаете, что удивило? Что продавцы даже предлагают следочки у кого нет. Так, сейчас я зашнуруюсь. Ну, в общем, как-то вот так. Не знаю, что-то у меня нога куда-то вбок уходит, по-моему. По-моему, вбок уходит нога. Не, ребят. Ну, что-то не то. Что-то, понимаете, они какие-то как лыжи на мне. В плане, почему под размер патрос подходит сюда? Ну, в общем-то, да. Это нормально, что пальцы вот здесь, да? Да, конечно. А подолжны. А может, пожалуйста, вставить? Да, сейчас принесу. Вы тогда пока думаете, дружок? Да, хорошо. А вы блог снимаете, да? Да. А у вас есть прям на ютубе страничка? Да, канал. Да. А можете сказать, я смотрю интересным. Пожалуйста, могу, конечно. Тоже доброжелательные продавцы. И тут молодой человек даже сам предложил. Ну, я хотела их померить, но он и сам мне предложил. Вот беговые черные, в которых девушка вчера была менеджер. Хочу их тоже померить. Ну, если нет, то нет. Пойду тогда в New Balance. Ну, выборы огромные, скидки большие. Мне вот понравились те белые, которые я вам показывала, но там подошва просто плоская. Боюсь, я в них не смогу ходить. Вот такие вот мне принесли кроссовки. Альфа Баунс называется. Попробуем. Вот так вот они смотрятся. Мне кажется, они мне велики. Вот. У меня палец вот где. А тут вот еще столько места. Честно скажу, ребят, великоваты. Ну, а так, в общем-то, были бы здорово. Вот где палец, не делите. Тут вот еще пространство. Сейчас буду просить другую разницу. Саша! Я не буду дать по земле. Ну, что, они получше? Они не мягкие. Насколько? Вот пальчик где. Слушайте, да, на половинку меньше. Сейчас, на секунду. Спасибо. Ничего мы не подобрали мне, к сожалению. Меньшего размера не было. Ох, все, ребята. Тогда я ухожу. Сейчас я дойду еще до одного магазина. Тоже он называется Adidas. Это чуть дальше он находится. Посмотрю, может быть, там что-то есть. Сейчас еще пройдусь, посмотрю, какая обувь здесь есть. Не знаю, найду здесь Nike, не найду, чтобы померить. А, вот Рибок есть. Пойду Рибок посмотрю. Так, здесь уже выбор поменьше. Ну, я не знаю, здесь они разделяются на мужские и на женские. Или нет. Ой, симпатяшки. Ну, белые у меня уже есть. Рибок. Так, стоят они 7 990, стоили стали 4 390. Ну, по-моему, это клеенка. Я ищу что-то темненькое, симпатичное, но темненькое. Ну, и удобное. Как всегда, хватаюсь за то, на что нет распродажи. 6 990. Кстати, очень приятные. Но все тряпочные. Это, похоже, детские Рибок Классик. Так, ну, пока я ничего... А, ну вот, черненькие, уже взрослые Рибок Классик. Цена у них, сейчас посмотрим. Планы у меня очень резко изменились. Я уехала из Золотого Вавилона. Сейчас приехала в торговый центр. Желтый. Мне надо купить конфеты. Я встречаюсь с Татьяной. Вкуснее некуда. Точнее, с ее мужем. Должны были в 19.30. Встречаемся в 18.00. Поэтому сейчас куплю конфетки. Танечка передала противопролежневый матрас для моей тети. Поэтому... А, вот. Вот, сейчас зайду куплю. Я зашла в Ваенторг, хотела купить Наташу кое-что. Но из-за чемпионата это кое-что не продавалось. Сказали, зайти завтра. Теперь ищем конфеты. Конфеты и вкусняшки для Танечки. Вкуснее некуда. Я, наконец-то, во дворе своего дома. Встретились с Денисом, с мужем Танечки. Канал вкуснее некуда. Вот он мне передал противопролежневый матрас. Вот, сейчас. Почему на улице, ребят? Потому что уже дома... Ну, принесу и поставлю. Погода мерзопакостная. Вот. Матрас медицинский противопролежневый. Вот. Таня говорит, что он якобы надувается... Господи. Прислонилась, и штаны мокрые. Надувается насосом. Не знаю. Придем к тете, посмотрим, как он там надувается. Насосом или нет. Вот. Пообщались немножечко с Денисом. Спасибо большое, Танечка. Спасибо большое, Денис. Обязательно тете Вале отвезу. Пусть она попробует. Понравится ей, не понравится. Как ей будет удобно, неудобно. Она у меня, ребята, знаете, такая вот... Грузная и рыхлая. После метро хотела постоять на улице, и вот опять дождь пошел. Мамочка, господи. Она такая рыхлая у меня, поэтому я боюсь, как бы вот что-то у нее там не началось. А так как ноги больные, я не представляю, как я буду ее ворочать. Переворачивать. У мамы точно сил не хватит. Ну, посмотрите, дождик пошел. Ну, все, пошли домой. Я ведь хотела поговорить. Ой. Так, вот, перед тем, как побежать к Тане, зашла все-таки, купила я себе кроссовки New Balance. Отвезла домой и бегом быстрее на бабушкинскую. Просто бегом, потому что уже опаздывала. Изменились у нас планы. Мы должны были встретиться с мужем Татьяной в 19-7. А не смог он. Надо было в 18. В общем, поэтому я так и бегом-бегом, голопом по Европе. Ну, а сейчас все, с матрасом уже пришла домой. Ребята, только успела вбежать в дом. Вот только успела вбежать в квартиру. Смотрите, что творится. Посмотрите, какие там потоки воды. Представляете, что делается? А ведь я даже зонт забыла. Представляете? Вообще ужас. Вот такой вот дождь. И вот целый день такой дождь у нас сегодня с перерывами. Ну, вдалеке. Видите, как? Все-все-все обложено. Ну, зато теперь у тети Вали есть противопролежный матрас. Спасибо большое еще раз ребятам. Вот. Кстати, тетя Валя мне сегодня звонила и говорит, ты ведь матрас еще не забрала? Я говорю, нет, я еще не забрала. Что вот таким? Вот так, мои хорошие. Прикрою чуть-чуть. А то дождь сильнее и сильнее становится. В метро духота такая. Дышать там вообще нечем в метро. Люди все едут, мокрые. В общем, ужасно. С этой духотой очень тяжело. Очень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...